Для того, чтобы остаться без света, достаточно не платить за электроэнергию более двух месяцев. Далее собственнику квартиры приходит уведомление о необходимости погашения задолженности в течение 30 дней. И если жители его игнорируют, то специалисты «Энергосбыт плюс» уже принимают меры. Отключение электроэнергии – наиболее действенная и эффективная мера воздействия на нерадивых собственников. В 149-м доме на улице Лакина сегодня электроэнергию отключили в двух квартирах. Первый собственник задолжал за свет более 12 тысяч, другой – более 16 тысяч рублей. И если отключение света не сподвигнет должников срочно оплатить счета, энергетики приступят к взысканию задолженности в судебном порядке. Если задолженность у нас выше трех месяцев, мы направляем судебный орган на заявление о вынесении судебного приказа. Данное заявление вступает в законную силу, и если оно не оплачено, тогда мы направляем на принудительное взыскание. Это банки, это управление пенсионного фонда по месту работы, ну а также в службу судебных приставов. И помимо взыскания долгов, энергетики контролируют, не подключил ли собственник самовольно электроэнергию. Вот, например, в одной из квартир в доме номер 46А на проспекте строителей за последний год энергетики отключали свет 7 раз. Собственник задолжал более 47 тысяч рублей. Счета потребитель не оплачивает и при этом самовольно подключается к электроэнергии. Вот и сегодня специалисты зафиксировали вновь на его счетчике сорванную пломбу. На месте составили акт по данному факту и передадут его в правоохранительные органы с целью возбуждения административного производства. Собственнику грозит крупный штраф. За текущие полугодия было направлено в полицию порядка 30 заявлений. Из них 10 привлечены мировыми судьями к административной ответственности, к административному штрафу. Более того, совсем недавно постановление правительства внесли изменения в статью, где уже сочинена ответственность за повторное подключение, выявление повторного подключения и составление протокола, где увеличены штрафные санкции от 15 до 30 тысяч рублей. К слову, подобные рейды специалисты Владимирского филиала «Энергосбыт плюс» проводят регулярно. На 1 июля общая задолженность физических лиц за электрическую энергию составила 363,5 миллиона рублей. Каждый день из долгов энергетики отключают от электричества десятки квартир. При этом у собственников сегодня есть возможность не доводить до таких ограничительных мер. Если потребитель не может полностью погасить задолженность в течение 30 дней, ему компания готова предоставить рассрочку. Для этого собственнику необходимо обратиться в любое отделение Владимирского филиала «Энергосбыт плюс» для составления соответствующего заявления.